Хотелось бы поговорить и о демографии. Все-таки вот сегодня количество жителей в Назаровском районе, их стало больше, их стало меньше. Ну, к сожалению, наверное, если брать последние годы, то численность маленько уменьшилась. Вот именно демографической, если мы говорим о демографической ситуации, потому что уезжают многие, будем говорить, жители города, потому что город зовет, город манит, вот просто, наверное, еще нет населения тех возможностей, какие есть в городе. Поэтому даже дело касается не рабочих даже мест, а просто вот мы берем, у нас очень много молодежи заучатся, в том числе и по договорам, учатся в медвузах, учатся в педагогистке, но возвращаться не хотят. Предпочитают даже, может быть, порой пойти работать после института продавцом, не по специальности, но в городе. А сколько сегодня жителей в Назаровском районе? Ну, по последним данным, это 22 293 человек. Это вот буквально ежемесячно мы такие данные собираем. У нас статистика, вот такая цифра. Но, тем не менее, все движется вперед, и Назаровский район, наверное, развивается сам по себе. Вот на ваш взгляд, насколько привлекательна сегодня жизнь в сельских территориях? Ну, оно складывается, наверное, для тех, кто уже что-то пережил, да, уже и пожил на съемных квартирах, как говорят, да, что на сегодняшний день. И еще какие-то моменты люди начинают понимать, что место там, где есть работа, стабильная заработная плата, другие вещи, потому что вот сегодня, когда разговариваешь, я нисколько не хочу сказать, что там какие-то вещи обсуждать, либо я имею в виду кому-то что-то предписывать. Когда начинаешь разговаривать, что манит в городе? Манят театры, музеи, возможность развиваться. Вот, к сожалению, у многих молодых манят вот эти гипермаркеты, супермаркеты, когда можно гулять, вот это вот, вот это очень много людей, вот это вот развлечение, вот это вот, к сожалению, манят вот это вот. Вот почему, например, на сегодня, да, в Русской Православной Церкви было предложение выходные, запретить работу гипермаркетов и супермаркетов, чтобы люди больше общались с семьей, а не так вот эти два выходных проводить бесцельно, погулять в одном гипермаркете, да, там, погулять в другом, общения нет. Вот, поэтому на сегодняшний день, конечно, мы можем говорить о многих вещах, хотя сегодня в селах люди свое жилье благоустраивают, это и септики, это и, понятно, что и стиральная машина-автоматы, и посудомоечная машина-автоматы сегодня, то есть у людей и делают себе, то есть и душевые кабины, и септики, то есть это все равно на сегодняшний день такая потребность, большая люди к этому идут. Понятно, что мы с вами реально понимаем маленькое село и город, да, это и дороги, это не тот асфальт, это эти моменты и есть, но, тем не менее, как-то исторически сложилось, и мы понимаем, что жизнь в селе это одно, а жизнь в городе это другое. Ну, а власть сегодня что делает все-таки для того, чтобы территорию сделать привлекательной? Ну, мы понимаем сегодня, мы стараемся, по крайней мере, во-первых, что, наверное, приоритетно и важно, мы сегодня анализируем многие моменты, если мы говорили, что ранее всегда было важно, да, есть школа, фаб-клуб, да, поэтому есть село. Сегодня другая тенденция, мы ее очень четко прослеживаем, это сегодня есть рабочее место, есть возможность заработать и получить заработную плату, чтобы свою семью накормить, свою семью одеть, потом уже предоставить там возможности для образования, для дополнительного образования, но, в первую очередь, должно быть рабочее место. Понятно, на сегодняшний день есть и проблемы и в сельском хозяйстве, да, но, тем не менее, важно нам сохранить рабочие места. Более того, сегодня мы понимаем, у нас есть территории, где, в общем-то, уже давно развивается малый и средний бизнес, это не именно не торговля, да, как мы привыкли, а именно какие-то сельские маленькие, да, предприятия, кооперативы, фермеры. И сегодня существует очень большая грантовая программа, которую мы, в общем-то, предлагаем, рассказываем, ну, надо будить вот эту инициативу предпринимательскую, которая, к сожалению, ну, тяжело, будем говорить так, этот вопрос поднимать, потому что, ну, на сегодняшний день, сколько бы мы ни предлагали, есть какие-то вот первые такие посылы. Но есть у нас человек, который пасеку решил завести, он на это стартап, то есть, и у нас сегодня Министерство сельского хозяйства очень предлагает, вот программа грантовая, очень большая, ведь есть и формы такие, как семейная ферма, да, и гранты до 30 миллионов предлагаются, очень любые, на любое вот развитие. Поэтому есть у нас человек, который хочет заняться разведением коз таких вот, я имею в виду, именно породистых, да, но сегодня есть фермеры, которые там сеют, которые держат там хозяйство, коровы, то есть вот такую инициативу важно развить, чтобы, а потом объединить людей в кооперативы, чтобы они не зависели от каких-то внешних обстоятельств, а именно вот занимались такими. Вот это первое, наверное, и важно, это создание рабочих мест. Конечно, второе, мы участвуем в любых грантах, проектах, которые бы развивали территорию. То, что касается все-таки образования, понимаем сегодня, да, две школы ремонтируются, строятся, я имею в виду Степновскую, имею в виду Крутоярскую школу, вот, чтобы были возможности заниматься. Понятно, что сегодня мы решаем вопрос по здравоохранению, который тоже очень остро стоит в районе, потому что сегодня, где бы ни было жителей, основная масса наших жителей обращается с просьбой, чтобы медицина была единая, город и район. Этот вопрос, как всегда, есть сторонники, есть противники, но именно... А вы что думаете по этому поводу? Я исхожу из интересов, то есть обращений, где бы мы не были, на какой бы территории мы не были. Вот даже те последние, то, что мы успели большие встречи провести до пандемии, да, это Верхнерадынская территория, Преображенская, Подсосинская, люди везде выступают за объединение. Субтитры создавал DimaTorzok